Интернет пестрит разнообразными сайтами, блогами, сообществами в социальных сетях, где нет-нет, да и наткнешься то на страшное фото с изображением расправы над человеком неславянской внешности, то на всевозможные лозунги или призывы к насилию недвусмысленного содержания. Человеколюбием или толерантностью здесь и не пахнет. Это не что иное, как экстремистские веяния. В широком смысле понятие экстремизм в переводе с латинского, если прямой перевод, это означает крайний. Приверженность к крайним взглядам, мерам. Обычно применяется понятие к политике, но среди таких понятий можно отметить организацию беспорядков, вооруженных конфликтов, террористических акций и даже партизанских войн. На территории Российской Федерации принят очень широкий спектр законов различных уровней, целью которых является организация деятельности по борьбе с экстремизмом и терроризмом в нашей стране. Если говорить о Конституции, то статья 29 основного закона нашего государства гарантирует каждому гражданину свободу мысли и слова, при этом строго запрещает пропаганду или агитацию, возбуждающую социальную, расовую, национальную, религиозную ненависть и вражду. Принятая в 2001 году Шанханская конвенция о борьбе с терроризмом предусматривает, что экстремизм вне зависимости от мотивов не может быть оправдан ни при каких обстоятельствах, а лица, виновные в совершении таких деяний, должны нести ответственность в соответствии с законом. Распространение в сети интернет-экстремистской информации – это также уголовно наказуемая деятельность. При этом, судя по последним событиям, достаточно поставить лайк или сделать репост подобного материала, чтобы к владельцу аккаунта возникли вопросы. 21 января 2014 года в Слободском международном следственном отделе Следственного комитета было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренной частью 1 статьи 282. В отношении одного из жителей Нагорского района Кировской области, который на своей странице в сети «Контакт» разместил текстовые и графические файлы, которые образуют признаки указанного преступления. Осужденный житель Нагорского района, 92-го года рождения, объяснил свое поведение тем, что на протяжении длительного периода времени сформировал у себя негативное отношение к выходцам с Кавказа, Средней Азии, евреям и другим национальностям. Сформировал он это негативное отношение к указанной группе лиц исключительно из сети интернет. Суд по данному делу состоялся в апреле. Приговор 250 часов обязательных работ был вынесен 21 апреля. И в этот же день в Слободской межрайонный следственный отдел из Центра противодействия экстремизму поступил материал проверки по аналогичному факту. 22 апреля по материалам проверки было возбуждено уголовное дело по признакам статьи 282 части 1 равна возбуждение ненависти, либо вражды, равна унижение человеческого достоинства. В ходе расследования уголовного дела была установлена личность молодого человека, который в сети интернет разместил материалы экстремистского характера. В 2011 году он зарегистрировался в сети интернет ВКонтакте, а в 2013 году посредством этой же социальной сети вступил в так называемое сообщество правый сектор. В этом сообществе и ему подобных размещаются материалы, которые призывают к уничтожению или унижению нерусских. При этом приверженцы этих течений, как и слобожанин, попавший под следствие, не курят и не пьют. Только скорее не из стремления к здоровому образу жизни, а в силу того, что их заповеди это запрещают. Подозреваемый показал, что он скачал также в сети интернет фотографию с отрезанной, окровавленной головой лица кавказской национальности и самостоятельно к ней сделал комментарий о том, что так будет со всеми лицами кавказской национальности. Сам он не отрицал, его вина была доказана путем допросов ряда свидетелей, которые заходили к нему на страничку ВКонтакте, видели данное изображение, читали к этому изображению комментарии, что и является публичностью. Поводов к личной неприязни к кавказцам у молодого человека не было. Негативное отношение сформировалось не без телевидения и интернета. 30 июля Слободской районный суд начал рассмотрение дела. Приговор был вынесен 1 августа. Виновному назначено наказание в виде штрафа в доход государства. Подсудимый пояснил, что полностью раскаивается в содеянном и не допустил бы подобных действий со своей стороны, если бы знал о возможных последствиях. Именно поэтому данные факты мы должны освещать в средствах массовой информации. Люди обязаны понимать, что за свои действия, за свои поступки они несут ответственность. И иногда эта ответственность может стать уголовной и привести их на скамью подсудимых. Молодой человек без вредных привычек, имеющий стабильный доход, помогающий маме и младшим братьям и сестре, оказался на скамье подсудимых. Отделался штрафом. А вообще, по российскому законодательству, размещение в интернете провокационной картинки или призывов может обернуться пятью годами лишения свободы. Продолжение следует...